Это программа День Города. Здравствуйте в студии Дина Исляева в начале главной темы выпуска. Отчитались, но не убрали. В спасклепиках природоохранная прокуратура нашла свалку, которую по документам ликвидировали. Пересадили почку от посмертного донора в Рязани впервые прошла уникальная операция. Пожар на центральном рынке и поврежденная квартира – горящие итоги минувших выходных. Плата за капремонт вырастет на 45%, что думают об этом рязанцы. С 8 рублей до 11 взносы на капитальный ремонт поднимут почти на 45%. Целесообразны ли это и как к такой идее отнеслись рязанцы в нашем следующем сюжете. Жители многоквартирных домов теперь будут платить за капитальный ремонт больше. С 1 января тариф увеличится практически в половину. И такая сумма за 1 квадратный метр сразу выведет Рязань чуть ли не в лидеры по стоимости. Мы проанализировали, как выглядит стоимость взносов в других регионах России и пришли к выводу, что в Рязанской области даже сейчас действующий тариф 8 рублей 2 копейки с 1 метра выше, чем у наших ближайших соседей. Ниже тариф во Владимире 6,50, ниже тариф в Тамбове 6,70. До самого дорогого региона Москвы, конечно же, не добраться. Там и сумма повыше, и качество жизни, и обслуживание. Министр ЖКХ и ТЭК Андрей Горелов и директор регионального фонда капремонта Марина Бондарева объяснили такой скачок цен тем, что, цитата, «увеличение тарифа будет способствовать выполнению программы и финансовой устойчивости областного фонда капремонта». Напомним, что на данный момент дефицит бюджета регионального фонда 4 миллиарда рублей. И одна из причин, по словам Андрея Горелова, это низкий тариф на капитальный ремонт. Рязанцы такой рост тарифа не поддержали. Это слишком много, конечно. Нам, пенсионерам, блин, это тяжеловато. Вы знаете, мы, наверное, не доживем, пока в нашем доме сделают капитальный ремонт. А такие деньги мы платим, что и зарплата маленькая, и пенсия маленькая. Поэтому я абсолютно отрицательна. Надо расходовать те средства с умом, которые есть. Вы знаете, от нас это не зависит. Поднимут, значит, будут платить. Пенсионерам нужно бросать все, уезжать в деревню, сдавать квартиру, потому что невозможно жить. Это у нас только лежит поднять, а не снизить. Все бы ничего, если у рязанцев опросы не вызывало само качество такого ремонта. Печатные телевизионные СМИ не раз делали репортажи о подобных случаях. Обращались в капремонт, звонили. Все, подрядчик вчера пришел вокруг, обошел и ушел. Ничего не делают. Уже месяц, наверное, не делают ничего. У всех течет. Вот у соседа обвалился потолок. У соседей треснул потолок. В том подъезде тоже течет. На улице Медицинской, дом 14, капитальный ремонт крыши так и не закончили. В результате в квартирах холодно и сыро. Идеться от этого некуда. А на проезде Грибоедова в доме номер 5 капитальный ремонт провели. Потратили на это чуть больше полутора миллионов рублей. Это, конечно же, большой плюс. Вот только местами здание все равно не доделано. А что самое интересное, дом этот под расселение. Через 3-4 года здесь не останется никого. Капитальный ремонт всегда хорошо, когда что-то ремонтируется. Но если хотят сносить, зачем это делать? Если через 3 года обещают снисти, для чего это делается? Я не могу понять. Я считаю, что не имеет смысла. Просто это идет как бы отмывка денег и все. Или же на том проезде Грибоедова в домах 16 и 18 капитальный ремонт здесь, по словам жильцов, провели с горем пополам. Тянули со сроками. Ну нормально вроде все сделали. Не знаю, жалоба вроде нет. Я так думаю, что да. А там не знаю. На втором этаже что-то обваливалось, я не знаю. Основной вопрос, который интересует всех, повлияет ли увеличение тарифа на качество работ или все так и останется на прежнем уровне. Есть, конечно, примеры и положительные. Таких тоже хватает. Вот только они тонут в широко освещаемых случаях, когда люди живут в недостроенных домах и разваливающихся строениях. Не все горожане готовы мириться с повышением цены тарифов. Они проведут акцию под названием «Желтые жилеты». Это будет мирное шествие. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. К работе по сохранению торгового городка планируют привлекать инвесторов. Там хотят отреставрировать 22 объекта недвижимости. В настоящее время прорабатывается возможность включения ансамбля в единый реестр объектов культурного наследия. По информации Пресс-службы правительства региона совместно с Корпорацией развития решается вопрос об организации на территории постоянно действующей ярмарки, где будет реализовываться продукция местных фермерских хозяйств, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Об этом рассказали представителю президентов ЦФО Игорю Щеголеву, который посетил с рабочей поездкой Рязанскую область. В Рязани впервые пересадили почку пациенту от посмертного донора. Раньше для этого нужно было обращаться в крупные медицинские центры страны. Теперь такие операции будут проводиться у нас. Все необходимое для этого есть – современная клиническая база и высочайший профессионализм рязанских врачей. Это то, чего ждали с нетерпением и медики, и пациенты. Трансплантация в Рязани состоялась. 25 врачей УКБ и несколько человек из Москвы провели в операционной всю ночь. Они смогли пересадить почку пациенту от посмертного донора. По словам главного врача УКБ Дмитрия Хубезова, это событие стало самым главным за последние несколько лет. Рязань перешла на качественно новый уровень хирургии. Чтобы делать пересадку органов, хирургия должна быть не просто хорошей, а идеальной. Во всех других случаях ничего хорошего не произойдет. Второе, может быть, даже не менее важное, более важное – это очень хорошая должна быть служба выхаживания этих пациентов. Потому что уровень реаниматологии и анестезиологии в этом случае должен быть принципиально тоже другим. В начале июля между областной клинической больницей и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов был подписан договор о сотрудничестве. С тех пор не прекращалась работа по подготовке к трансплантации. Рязанские врачи прошли соответствующее обучение, больница получила лицензию. И вот событие, которого так ждали, свершилось. В листе ожиданий уже 300 пациентов, которым необходима пересадка почки. Это количество больных на гемодиализе. Каждый год их приходят новые. В идеальной ситуации хотя бы сделать, когда их остается примерно человек 200-150, то есть чтобы вновь, которые приходят на диализ, вот этому же количеству делать пересадку почки. Особенно это преддиализные больные. Для того, чтобы проводить операции по трансплантации, необходимо учесть множество факторов, среди которых совместимость пациента с донором. Серьезное внимание, по словам Дмитрия Хубезова, будет уделяться родственной трансплантации. А пока главная цель достигнута. Операция проведена. Пациентке 39 лет. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии. У женщины была хроническая почечная недостаточность с сопутствующими заболеваниями. Ей приходилось ездить на гемодиализ три раза в неделю. По словам главного трансплантолога региона Дмитрия Карпова, который непосредственно принимал участие в операции, теперь женщина сможет жить нормальной жизнью. Это даст ей свободу, это даст ей возможность передвижения. Мало того, я хочу вам сказать, что есть в мировой практике случаи, когда люди рожают не одного и двух детей. И после трансплантации органов находится на заместительной почечной терапии, в частности, вот именно после трансплантации почки, и 30, и 35, и 40 лет. И люди после трансплантации ведут полноценный образ жизни. Это первая операция, но врачи уверяют, далеко не последняя. В ближайших планах провести в стенах ОКБ трансплантацию печени. Для этого есть клиническая база. А самое главное – золотые руки врачей, которые помогают жить и дают надежду. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Природоохранная прокуратура выявила в городе спас клепики несанкционированную свалку. Чиновники отчитали, что отреагировали на жалобу жителей и ее убрали, но ничего не сделали. Теперь им грозит наказание. Жители спас клепиков разместили информацию в интернете о том, что в районе улицы Гайдара появилась несанкционированная свалка. Отходы бытовой мусор, который можно найти у жилых домов. Установлено, что по данному факту, по факту наличия несанкционированной свалки на территории города, территориальным отделом Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе, а также органы местного самоуправления клепиковского района проводили соответствующие контрольно-надзорные мероприятия, по результатам которых заявители обращений были проинформированы о том, что свалка ликвидирована. Но, как я уже сказал, с выездом на место прокуратура установила, что свалка продолжает иметь место. Природа охраны прокуратуры выехала на место и провела проверку. Выяснилось, что свалка, которая по документам якобы убрана, никуда не делась. В ходе проведения проверки будет решен вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших указанное нарушение законодательства, а именно нарушения, связанные с организацией несанкционированной свалки на территории городского города, Спас-Клепики, а также об ответственности должностных лиц, территориального отдела Роспотребнадзора по надлежащей организации проверок по данным фактам. Какое наказание получат чиновники, решит суд по итогам проверки природоохранной прокуратуры. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Несколько пожаров произошло за минувшие выходные. Сгорел бутик на центральном рынке, огнем повреждена жилая квартира. Есть пострадавшие. Обо всем подробнее расскажет Валерий Седов. Крупный пожар произошел на улице Маяковского. На центральном рынке сгорел один из бутиков. По словам сотрудников МЧС, сообщение на пуль дежурного поступило в половину десятого утра. Горела кирпичная хозяйственная постройка. На месте возгорания работали пять пожарных автоцистерн, две автолестницы и 17 человек личного состава. Локализовать место возгорания удалось за полчаса. А ликвидировали пожар в 11 часов 42 минуты. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России Призанской области, имущество из соседнего магазина спасено. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В настоящий момент бутик закрыт на выходной. Из него продолжают убирать угли и другие остатки пожара. Другой пожар произошел на улице Политаева. 16 декабря на пуль диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в городе Рязани на улице Политаева. Огнем повреждена кухня на площади 1 квадратный метр. К сожалению, имеются пострадавшие. Пострадала женщина 1939 года рождения с предварительным диагнозом ожоги. Госпитализирована в медицинское учреждение. На место возгорания выезжал один пожарный расчет. И хоть площадь пожара была меньше и работало не так много человек, ситуация закончилась трагедией. Как рассказали соседи пострадавших, женщина, которую увезли в больницу, скончалась. Сотрудники главного управления МЧС России Паризанской области еще раз напоминают об осторожном обращении с огнем. Следует соблюдать все правила пожарной безопасности. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Страшное ДТП произошло в выходные в Путятинском районе. В группе новости Рязани ВКонтакте опубликовано видео, снятое на месте столкновений Форд и Ауди на трассе М5. Один из автомобилей, участвовавших в ДТП, загорелся. 67-летняя женщина-водитель Ауди 80 от полученных травм погибла на месте. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, по факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Предотвратить и обезвредить с помощью специального скрининга врачи ОКБ теперь выявляют пациентов с начальной формой колоректального рака и другими патологиями кишечника. В этом им помогают волонтеры-медики, которые посещают маломобильные категории граждан. Подробности далее. Олег Каптель готовится к выписке. Благодаря скринингу мужчине удалось спасти жизнь. С боли в желудке он обратился к врачу. Кроме того, за несколько месяцев Олег похудел на 15 килограммов и постоянно чувствовал слабость. Он прошел раннюю диагностику колоректального рака. Выяснилось, что он обратился к врачу очень вовремя. По результатам исследования колоноскопии и другим рядом исследований была диагностирована ворсинчатая опухоль в прямой кишке. 13-го числа меня, 10-го числа меня положили. Через день, получается, 12-го числа меня прооперировали. Все удалили, как уже говорил врач. На следующий день я уже встал и сходил. Олегу всего 36 лет. Молодой мужчина, у которого впереди так много интересного. Полностью пересмотрел свои взгляды на жизнь. Он признается, очень благодарен врачам и обещал полностью изменить свой рацион питания. Придерживаться диеты, питаться правильно, стараться вести правильный образ жизни. По словам заведующего онкологическим отделением ОКБ Дмитрия Пучкова, скрининговый тест для пациента крайне прост, но для врачей очень информативен. Его точность составляет примерно 90%. Суть его заключается в том, что человек набирает небольшое количество кала в специальный контейнер. Этот контейнер он переносит в поликлинику. И дальше уже поликлиник отправляет его в специальную лабораторию, которая находится у нас в больнице. Эта лаборатория проводит исследование кала на скрытую кровь. То есть это то состояние, когда уже кровяные клеточки, они попадают в просвет кишки, попадают в каловую массу, но глазом они пока не видны. Любая кровь в просвете желудочно-кишечного тракта – это не норма, это патология. Если кровь в анализе все же обнаружат, то пациенты направят на дальнейшее обследование, среди которых колоноскопия. Доктор может посмотреть глазом все отделы толстой кишки и увидит даже самое незначительное объемное образование в кишке. То есть это могут быть небольшие полипчики, это могут быть форсинчатые опухоли, которые являются предраковым состоянием. Это могут быть ранние формы рака, но, к сожалению, это может быть уже и запущенная форма рака. Этот пилотный проект по скринингу колоректального рака был запущен областной клинической больницей совместно с региональным правительством. Рязань вошла в пятерку регионов, где проводится данная диагностика. Это особенно важно, ведь выявление именно этого вида онкологии крайне проблематично. За время работы проекта обследование прошли 10 тысяч пациентов. 13 из них получили неутешительный диагноз – рак. 34 предраковых больных и 25 человек с другими заболеваниями, которые также нуждались в лечении. При этом возраст пациентов был самым разным от 20 до 90 лет. Рак, выявленный на ранней стадии, вот такой маленький, его можно даже через колоноскоп удалить вообще без операции. Как обычная колоноскопия, у нас как раз развита методика, это подслизистая резекция, абсолютно новейший аппарат, достаточно уникальный, и развита эта технология. Значительно помогли в реализации проекта волонтеры-медики. Ребята посещали тех больных, которые сами не смогли прийти в больницу, то есть маломобильные категории граждан. Вот они как раз подключили уникальную возможность включиться в этот проект. В том числе, это большинство из них пожилые люди, и там были обнаружены, по-моему, один рак и несколько как раз предраковых заболеваний, лечение которых и позволило предотвратить вот эти страшные последствия. По мнению врачей, данный скрининг необходимо проходить каждый год. В стандарте написано – раз в три года. Но несложный анализ, который в итоге может реально спасти жизнь, наверное, стоит потраченного времени. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Тенца стерха из Иваново привезли в Рязань, его поселили в питомнике редких видов журавлей Огского заповедника. Сотрудники отмечают, что птица хорошо перенесла дорогу и успешно адаптировалась к новым условиям. Сейчас молодой стерх живет со сверстниками. Восемь птиц будут содержать вместе почти год до выпуска в природу. С 2019 года целый ряд товаров подлежит обязательной маркировке. С чем это связано и какие товары войдут в перечень, расскажет Мария Рудая. Сразу несколько видов товаров в новом году подлежат обязательной маркировке. С 1 марта закон коснется табачной продукции, с 1 июля – обуви. А с 1 декабря 2019 года будут маркироваться следующие товары. Духи и туалетная вода, шины и покрышки, одежда, изготовленная из натуральной или композиционной кожи, трикотажные блузки, ручной или машинной вязки, пальто, полупальтон, накидки, плащи и куртки. Постельное и кухонное белье, фотокамеры и фото вспышки. Основная цель системы маркировки будет направлена на предотвращение нахождения в обороте незаконно произведенных товаров, контрафактных товаров и защита потребителей на приобретение некачественных, небезопасных товаров для употребления. По данной системе каждому товару будет присвоен свой номер, который можно будет прочитать с помощью специального QR-сканера, установленного на мобильное устройство. Принципами данной системы является контроль на всех этапах функционирования системы и обороты товаров от производства, а также с момента ввоза товаров в Российскую Федерацию до конечного потребителя. Для удобства покупателей налоговая служба разработала бесплатное приложение, которое называется «Проверка товаров». Оно работает на платформе iOS и Android. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В 2020 году Рязань может стать новогодней столицей России. В Министерство культуры подана соответствующая заявка. Об этом пишет агентство «Медиа Рязань» со ссылкой на начальника управления культуры администрации Рязани Евгению Власову. Проект «Новогодняя столица России» реализуется Минкультом с 2012 года. Регионы отбираются по оценке заявок. В этом году новогодней столицей стала Тула. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Субтитры создавал DimaTorzok